Понимаете этой притчи? Как же вам узнали все притчи? Господь неоднократно говорил притчей, а ученики на Эдине спрашивали, ты это нам говоришь? Или только всем, а нам не надо это знать? И когда он спрашивал, поняли ли себе притчу, они совершенно не о том рассуждали. Притча это иносказание в виде сравнения. Надо переменять все на своей жизни. А практически у нас все в нашей жизни похоже на притчу. Что бы ни случилось, ты переведи это на духовное. Вспомните притчу о добром самарянине. Шел из Иерусалима, Верихон. А что он сделал? Еще не сделал. Просто разбойники напали. А вот у нас человек ушел, он не знает. Он просто попадется. По-другому никак нельзя. Он из Иерусалима, Верихон пошел. И его ждут там разбойники. И мы заранее уже позвонили, теперь уже нам звонили. Мы говорим о такие разбойники, как они будут выглядеть. Мы уже можем точно сказать. Бойся этого, смотри. Тут враг подкусил. Это мы можем относить только от врага. Искушение. В первом послании к Корейте, Антрия 1-2, Апосту говорит. И я не мог говорить с вами, Катя, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами по Христе. Я питал вас молоком и не твердой пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах. А почему они такие были сплодоумные, как младенцы? Сердце не было открыто. И они не знали Слова Божия. Он здесь так и говорит, что я давал вам пищу слабую, как молоком. То есть простенькое. Православное вообще Писание не знаете. Что бы ни сказал, у них это такое удивление. Просто не выскажешь. Но когда Бог открывает внезапно, они начинают говорить, вот как. Смотри. Ты смотри, вот. Ветхозаветный Израиль имел священников. Люди также были привязаны, также окланились, благословлялись. А когда Христос пришел, они распяли первосвященники и старейшина. Они не узнали. А народ пошел, доверялся им. Вот мне сейчас передают. В храме священник выходит с книгой Писанного православия под моим именем авторством. И что все сдали. Все сжигать надо. Кто не сдал, сдависку мне не напущу. Причащать не буду. Он играет этим. Я вижу, что это как притча. Притча ко всем, которые не любят Слово Божие. А можно доказать, что нет? А зачем доказать? Потому что там обречение. Я не люблю Библию, потому что она нас обречает. Вот и все. Апостол Павел, он как живой сегодня говорит. Из вас самих восстанут лютые волки. Попы. Из вас, яромонахи, у вас там лютые волки, нещадящие стадо. И он буйствует, стоит. Ему прощать. Да, не вмени его Господи. Он совершенно не понимает, что делает. Он не знает, как спасение заключено. А он может что-то против сказать? Да нет, конечно. Я вам говорил о нашей сестре, которая ездила тут в маленькое селение. У них так, иногда приезжает священник. Он ничему не научил их. Слова Божьего у людей нету, но он научил, что ничего не брать. Если приедут, гоните. Так они и сделали. Она привезла ей много новых заветов, а они ее прогнали. Она вышла, когда прах отрисла от ног, даже башни ловит. Но проходит полнедели, и одна душа оттуда, приехавшая из Германии, что-то ее коснулась. А она не знала этого. И они опять вызывают, она слово с руки нагружает, и туда поехала. И что, открыли к истинному православию, и стали считать главу, и так бодрствовать. И до половины недосчитали. И стали припоминать. А священник, оказывается, был когда-то и сказал, я сам подведу и вас всех туда тащу. Простой ответ. Им-то хорошо, у них лейнер там есть, что он имел. А меня епископ сразу задвинет. Задвинет, то есть он его выбросил. И она поехала. Две души сразу же. Пожелали креститься. Завтра ей будут крестить. Уж они звонили. Вчера объявили пост. Батюшку там уловали, потому что она далеко выезжает. Вот помолитесь. Завтра, если Господь позволит, это будут те люди, которые были среди тех, которые, наверное, не прошло полнедели. А почему? А все вы молились, уменьшились сердца. А священник таких слов уже не стал говорить, как в первый раз. Все меняется. Все зависит от того, как Господь посмотрит на это дело. Он говорит, я не мог с вами говорить, братья, как с духовными. Люди, которые не понимают Писания, они не духовные. Но они во Христе младенцы. И он засох на этом месте. И стоит, и знает, год, два, три, он все еще младенец. С табуретку роста. Десять лет проходит, двадцать. Писания не растет, потому что пища должна быть твердая. Сложные вопросы решать. Что такое тысячелетнее царство? Сейчас начни спрашивать. Не каждый ответит. Не каждый. Хотя и говорят, что там благотшерка исполнится Духом Святым. Крещение Духом Святым. Не скажешь. Ну, кто-то скажет. Крещение-то и то не могут объяснить, что такое правильное крещение. Для чего оно нам нужно. Послание к Евреям 5.11.14. Он говорил. А всем надлежало бы нам говорить много. Мы трудно истолковать. Потому что вы сделали себе способность слушать. Не потому что вопрос такой, что мы толкования не знаем. Я знаю толкование. Но вы не способны слушать. Вот где ответ. Ибо судя по времени, вам надлежит быть учителями. Столько лет вы ходите, слушайте. Но вас снова нужно учить первым началом Слова Божьего. Все дело по Слову Божьему. Они дальше не идут. За Софьи на одном месте. Чем угодно будут заниматься. Половичками, свечами. Мы православные. Но истину самую главную. Да не знает человек, это ничего не даст. Вот батюшка вернулся в Грецию. Привез снимки. И я смотрю. У них рядами стоят скамейки везде в храмах. Стоящего ни одного нет. Все сидят. Ну как вот у бомбистов. Вообще-то неплохо. Все до одной женщины без платка. Все до одной. Крашеные брюки. Это то, откуда вы получили. Получили истину. Как их из этого состояния вызвать? Никак. Слова Божьего нет. А звучит, никто даже не знает, что это такое. И батюшка-то это сказал, говорит, по одной. Говорит, Бог-то будет судить нас по Слову Своему. Евангелие от Иоанна 12.48. И она забыла, где написано. А подруге позвонила. И в середину ночи батюшке звонит около 12. Где написано это, что по Библии Бог будет нас судить? Никто ничего не знает. Теперь крещение Греции надо делать от нас учиться. И только монастыри, монастыри. Везде открывают храмы, храмы, а ничего нет. Все оязычное. Я смотрел снимки, снимков много. Ссорные. Я ничего для себя не могу взять. Пока я здесь снимков только оставил, на них буду работать. Диву, да если ты, батюшка, это все, что ты там видел? Ничего нет. Вас нужно учить первым началом Слова Божия. И для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий питаемый молоком не следует в слове правды. Вот в чем дело. Как узнать? Он не понимает в Библии, в слове правды. Как определить-то его? Опять же, по Библии. Ничего не открываем место одно другое. Он не понимает. Его молоком надо кормить. Потому что он младенец. Твердая же пища, сквозь на совершенную. У которых чувства, навыки, приученные к развлечению добра и зла. Вот у нас старообрядцы и говорят. У них такой порядок, когда хоронишь, чтобы была новая лестовка щетки в руках. Белую. У каждого. Купить-то надо, подготовить как платят. А зачем? Батюшка говорит, ну давай так рассудим, что ты спаслась. Попала в рай. А что ты по лестовке считаешь, что Господи Иисусе Христос не больше помилил меня? Говоришь, а ты уже помиловал, там это не надо. Христос рядом стоит, обнял тебя. Нужны. На небе нет. А в ад попадешь, она сразу сгорит лестовка. И сзади не вылезти никогда. Почему? А написано, за гробом нет покаяния. Ну и что? Да когда-то зачем это у нас столько лет было? Да я тебя спрашиваю теперь. Даже не младенец, тут уж не молоком. Понимаешь, что ты молей, когда в них пил Слава Божия. И Господь говорит, призови имя мое, и спасешься. И нет другого имени под небом, которому ты жалоба спасись. Приходящим ко мне я не изгоню его. Ну только приди. Не ссылайся на свои грехи. Я за тебя тоже уберу. Я люблю тебя. Все сердце отдай мне. Сын мой, отдай мне сердце. Лука 24-25. Тогда он сказал им Богу, несмысленные и медлительные сердца, чтобы верить всему, что предсказывали пророки. Почему они несмысленные? Они не верят, что в Игорь написано. И человек несмысленный, а он глупый, ничего не понимает. Веровать надо всему, что написано. А как вера, если написано, то руки-то не давят. И Господь говорит, о, удивляется. Да чего же мы бестолковые? Ну считайте Слово Божие. Считайте каждый день. Вставайте раньше. Открывайте Слово Божие. Вникайте. Ищите ответ. Евангелие от Марка 7, 17-18. И когда он от народа вошел в дом, ученики его спросили о притче. Он сказал, неужели вы так непонятливы? Неужели вы не разумеете, что ничто из не входящего человека не можно сквернить его? А тут только что можно есть. Такие дни, посты, масло, у нас столько всего. Неужели мы непонятливы? Да, мы будем соблюдать, потому что мы православные. Но спасение-то не в этом. Что ты ел, гороховую колбасу или мясную? Главное, сердце свое должно быть. Но мы православные, мы будем строго исполнять. Я каждого прошу, посты никогда не нарушайте. Мы православные. Мы являем послушанием церкви. Только поэтому, не потому что они нужны. Я делаю это только ради послушания. Мы каждый день смотрим в календарь, растительное масло разрешается или нет. А Господь ей говорит, неужели так непонятливы? А если бы они Слово Божие посмотрели и понимали бы, что для чистого все чисто, а для нечистого вообще нет чистого? А почему? А сквернили ум и совесть. Он все по-своему понимает, и все в плохую сторону. Матфея 13, 51, 52. И спросил их Иисус, поняли ли мы все это? Они говорят ему, так Господи, он же сказал ему. Поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен Хозяину, который выносит из сокровища свои новое и старое. Сокровищность это сердце, разум, память, новое и старое. Старое у нас были специально, что-то мы знали, но не знали, куда применить. Теперь все это поверни на дело Божие. Как мы все должны быть книжниками. Господь так называет нас. Книжник, у которого в руках книга. Какая у тебя настольная книга? Настольная книга Евангелия, Слово Божие. А еще что? Ну, сам смотри, вся Библия, дальше ответим. А кроме Библии, смотри, толкование святых отцов. Что у тебя еще есть? А Иисус спрашивает, поняли ли вы эту притчу? Вот почему, говорит, удивился, что они их не понимают. У разных народностей, у них очень много иносказаний. Как считал я про одного, он говорит, я женился, у меня так все хорошо, я так рад. Приходи в гости. А он пришел, когда его нет. Осмотрел все. Хозяину благодарность. Он говорит, ну все у тебя хорошее, но дверь у тебя нехорошая. Уж когда ушел в гости, он эту дверь со всех сторон осмотрел, повернул. Дверь хорошая. Но проходит какое-то время, он развелся. И снова говорит, знаешь, у меня жена, тогда вот злующее было. Я вот развелся, и у них разрешается, у мусульман. А вот теперь он пришел, а та его посмотрела. А он услышал, когда говорит, вводишь, что-то взять их. Сам-то еще и... Это дверь, жена, это дверь в дом. А другая только увидела, сразу его крикнул, Магомед, к нам в гости идут. Скорее, давай, что у тебя есть тут? На стол скорее неси. Он все осмотрел и говорит, все хорошее, но лучше всего у тебя дверь. Как она у тебя изукрашена. Какая замечательная дверь у тебя. И он теперь знал, что это за дверь. Ведь они любят говорить притчами. Эти южные народы, они очень мудрые. А у нас свои притчи евангельские. И дома, что с нами случается, тоже притчи. Ты смотришь на ребенка, он делает не так. А ты тут простая притча, Господи. А это, может, моя душа такая же неразумная, вот такая же маленькая. И она не знает правильный путь. Мы же удивляемся ребятам. Ты ходали с чистой одеждой, видимо, а уже она испачкалась. Далее вот песочница сидит и не понимает, что это новое. Да это жарные, Господи. Только что были у притчасти, только что крещение приняли. И куда нас опять занесло? Мы эти притчи на каждом шагу видим. Как говорят, не в коне, а кор. Не про коне, а речь идет. А вот сколько человеку давали, учили. А вот смотри, что выучился и стал беззаконник. Говорят, у коров молоко на языке. Ты пощупай мне язык, посмотри, никакого там молока нет. Это означает, что ты ей положишь, как накормишь. И вот такие мы проповедники. Если ничего не положили нам в Россию безмолвствия, благовестия, нет, из простых поговорок. Гусь в свинейне, товарищ. Это тоже притча. А почему гусь в полете, а свинейне в грязи? Кто нам, товарищ, ангелы, шестикрыватые серафимы, те, которые о горнем помышляют? И что бы ты ни услышал, все на пользу пойдет. Если ты понимаешь притчи. Это народные сказания, какие-то бывают пословицы, поговорки. Ты в духовном плане все можешь развернуть, если знаешь Библию. Матфея 16,8. Уразумев, то Иисус сказал им, что помышляете себе, мол, верно, что хлеба не взяли. Когда он говорит, перейдите к закваске фарисейской. А они думают, какого-то сорта, это закваска, какой-то особый завод выпускает. А Господь их упрекнул. Это закваска, вот это старое, что мы несем с собой. Она старообрядческая может быть, новообрядческая, баптистская, сектантская. Я вот так приучен. Так вот через это надо перешагнуть. Я все удивляюсь, к чему я был научен. И Господь позволил, что нельзя нигде перешагнуть. Нельзя нигде пить. Это пустого выдержали. Я по школу закончил, в школу ни в школе ни разу не напился. Матери наказ держал. Мне это помогло, конечно. Но я теперь понял, что это означает. Это означает нигде чужого учения. В душу не принимай. Не увлекайся философией ложи. Не высекай себе водоема, которые не могут держать влаги. Я источник воды живой, говорит Господь. Ты даже, как что-то родители говорили, близкие, постарайся все трансформировать в Слове Божие. Не знаешь, подойди вместе, посидим и подумай, скажешь, я слышал такое, а как это в духовном плане? Я почти ничего не знаю, что нельзя было бы в духовном плане обратить на пользу нашей душе. В Откровении 3.19 читаем. Кого я люблю, тех обречаю и наказываю. И так будут ревности, ты покайся. Как понимать? Любит и наказывает. Допустим, меня лучше тогда не любит, да не наказывает. Я слышал такое. Тоже мне любовь, говорит. Дом сгорел. Сын у меня из Чечни не вернулся. Я ему не могу этого объяснить. Я объясняю с позиции вечности. Если оттуда смотреть, какое нам благо здесь. Если мы верим в Господа, то наказание Христово мы будем ждать. Господь, вот я понимаю, если кровь христиан, семя христианства, семени нет, какая верность сейчас? Такая тусклая. Еще про три бирда не будет гонения. Без гонения нельзя. Не знаю, чего вы просите. Я знаю, церковь не обновится без гонения. Вы видите, какие у нас надписи. Бойся Бога и заповеди Его соблюдаем. Как бойся? Даже слово это требует разъяснения. Это не притча такая. А на самом деле на каждом шагу бойся Его присутствия, Его святости, чтобы Его не огорчить. Если я благовестный, то нечем не хвалиться. Если я благовестный, то нечем хвалиться, потому что необходима обязанность моя, а сегодня этого нет. Господи, а почему? И горе мне, если не благовестно, а если не благовестно, и священник, это же выходит горе со всех сторон. Тут и причи никакой нет. И посмотри, какое горе, переверни. В стране беспорядок, стараются вести уроки христианской нравственности, бьются за это, вести закон Божий в школу, этого ничего нет. В Греции государственная религия православия. Там священники от государства получают оклад, но никуда в сторону не шагнешь. Я вам спросил кое-что, хотя и знал, и убедился, что это действительно так. Жизни живой вообще никакой нет. Показывай 2-3 человека, которые приняли. А другие даже, батюшки, поприветствоваться не стали, чтобы не оскверниться от батюшки, потому что он патриархию признает. А притча-то как раз дома заключается. Никого не считает в себе, тебе это никак не повредит. Он не хулит имя Господне. Да нет, ну и все. А всякие эти юрисдии, все это надуманное. И Господь говорит, неужели вы не понимаете этой притчи? Мы можем на этот вопрос ответить так. Не понимают, в разуме. Если не понимают, дай мне Слово Божие, понимать, с толкованием. Если не понимают, дай мне доброго товарища, духовного, который понимал бы. А если я понимаю, поблагодарить Господа. Господь упрекнул учеников. А почему не понимали вопрос? Да потому что Дух Святой еще не сошел во землю. Когда Дух Святой пришел, то мы молим его, прииди и селись в нас, и очисти нас от всякой скверны. И Господь говорит, Дух Святой придя, научит всякой правде. У нас часто бывает склоняемся на какую-то неправду. Почему? Нет в этот момент верения от Духа Божия. Дух Святой никогда не позволит быть на левой стороне. Он любит нас. И поэтому что-то, если мне не по-нашему, не нравится. Сразу уйди, пока никто не видит. Отойди. Не добивайся победы. И на колени попроси, чтобы кто-то помог помолиться. Господи, я вот не понимаю, а мне бы как туда не попасть? Если человек нечестивый засловит Слово Божие, Бога, ты от Него отойди. И скажи, а если бы я не знал Бога? Когда я вижу таких людей, я всегда говорю, я был бы хуже. Хуже всех. Вот один автор звонит, он сегодня, может, к нам в общем-то там придет, про одного, как он страдал, его ссылали, а он, видно, что Евангелие не знает. И он мне звонит, позавчера, кажется, и спрашивает, у вас это есть брошюрка про Якова? Я говорю, есть. Ну и как? Это, я говорю, моя биография, это встреча с Евангелием. Он не понял, я то ли принял, то ли не принял. Почему? Да потому что человек, которого мы написали, которого водят, видимо, канонизации, он поступает, почти окажем шагу, не по Евангелию. Он придумал, что нельзя работать на советскую власть, нигде на производстве нельзя работать, а участника нанимать, а кому-то поработать, его накормят. Нигде этого нет. Да ты посчитай, в жизни святого Климента, который был создан Херсонес, как они работали в каменоломнях, кого ссылали, они все работали. И которые, мы знаем, христиане, они были большими землевладельцами, и Давыд работал, и Иов работал, и апостолы работали. Так они укрепляли государство, тебе не надо об этом думать. Апостол Павел шил палатки. А в этих палатках, может быть, солдаты, которые христиан приходили переколотить всех. Не тебе об этом рассуждать. Ты должен работать. Никогда не идей по лживому следу. Если не понимаете, это притча каждого другого в думериках, а эти другие, это не только те, которые в Писании, а которые мы окружены на каждом шагу. И это надо молитву деси. Господи, дай нам поразуметь притчи в Писании, притчи, которые мы считаем в литературе, и притчи, которыми ты нас окружаешь. Часто люди говорят, а что это за притча такая? Как-то на стройке были, и батюшка говорит, каждое маленькое деревце надо к чему-то привязывать. Если первые ряды и укладки неправильно, то все здание куда пойдет? И говорят, все как-то с притчами какими-то говоришь. А к чему? Ребенка как ты с детства настаешь, так он и пойдет. Какой у него будет друг, товарищ, смотрите, с кем он играет. К какому деревцу он привязан. Должен ли нас Господь и дарит нам больше понимания Священного Писания. Аминь.